Какие качества в человеке важны для построения семьи? Какие качества? Я думаю, наверное, надежность, взаимопомощь друг другу. Также муж должен помогать своей жене, умение обратить на себя ответственность, если это касается мужчины, женщины, выполнять свои домашние обязанности, воспитывать детей. Семью без ответственности так такого не сложишь, потому что надо понимать, на что ты идешь. А честность, ну, не надо лгать своим, так получается. Вот, наверное, такие вот самые два важные качества для построения семьи. Это особенно для моряков преданность жены мужу. А больше никак. Без доверия человеку, я думаю, ничего не выйдет. И ответственность, если как мужчина, мужчина должен ответственность нести за женщину, так как она более слабее. И, в принципе, она может производить потомство. Она немного лучше мужчины, скажем так. Поэтому он должен ее защищать и оберегать. Порядочность. Самое основное. В чем она заключается? Порядочность заключается в том, что если ты что-то говоришь, нужно делать. У людей, которые создают семью, у двоих, у них должны быть похожие качества. Ну, если, допустим, один верный, второй тоже верный. Это качество же, да, которое необходимо. Если, допустим, да вы знаете, наверное, и особых некачеств. На что договорятся? Все-таки, я думаю, здесь больше о договоре идет отношение, а не о качествах. Почему важно уметь прощать? Уметь прощать? Потому что, я думаю, обида или непрощение – это сложнее для того, кто носит эту обиду. Так как неопрощенный, скажем так, чаще всего на это внимание даже не обращает. Ну, я думаю, если не уметь прощать, то весь негатив может скапливаться в тебе. И в какой-то момент можешь взорваться и навредить своему близкому. У каждого человека имеет право на ошибку. Другой вопрос – у каждого есть определенные моменты, с которыми он может мириться, с которыми нет. Кто-то прощает какие-то большие ошибки, кто-то не прощает даже маленькие. Но семья – это некое взаимодействие двух людей, когда мы учимся договариваться с друг о другом и находим какой-то компромисс. Сегодня ты прощаешь, а завтра могут и простить тебя, потому что жизнь – это бумеранг. Я думаю, что прощая кого-то, наверное, ты учишься и себя прощать. Но если мы не прощаем людей, то мы и себя не можем за какие-то ошибки простить и грызем. Самоедением занимаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова